Вы готовы покаяться? Возможно, это то, где вы отвергали Господа, где вы стыдились Его, где вы прятались от людей, с которыми поклонялись. Или вы не хотели носить одежду, которая причисляла вас к таким людям, или вы не хотели, чтобы вас считали тем, кто ежедневно читает Библию. Возможно, вы говорили Господу, «Боже, прости, если вы каетесь в каждой такой ситуации, вы увеличиваете свою способность верить». Редактор субтитров А.Семкин Для меня честь снова быть с вами. Наша сегодняшняя тема называется «Вера и смелость». Нам нужна сила и смелость, чтобы следовать за Господом. Я не думаю, что вы можете выполнить свое предназначение без них, а вы можете выполнить его, если ваша реальность не будет совершенной. Но вы не выполните его без смелости. Мы рассмотрим один пример взаимодействия учеников с Иисусом. Это период после воскресения. Кто бы мог представить, что для встречи с воскресшим Господом понадобится вера и смелость. Но текст явно говорит о том, что ученикам для этого понадобилась вся их смелость. Нам понадобится вся смелость для того, чтобы следовать за Господом в то время, в которое мы живем сейчас. Мир меняется, и он требует от нас другой реакции. Мы не можем просто сидеть в церквях, петь песни, быть вежливыми, закрывать глаза и вести себя так, словно мы не замечаем потребности в том, чтобы церковь являла силу Божией. Мы должны сделать все для этого. Я хочу начать цикл посланий на тему веры и смелости. Мы рассмотрим эти характеристики в конкретные моменты истории Церкви. В этот раз мы рассмотрим веру и смелость в течение нескольких дней, сразу после воскресения Иисуса. У нас недавно была Пасха. Я считаю, что вера и смелость последователей Иисуса в то время должна помочь нам. Ваш личный опыт берет истину и продвигает ее за рамки теоретического, делая ее реальностью. Личный опыт важен. Не нужно собирать факты о Боге. Начните приветствовать Бога в своей жизни, в своем доме, в своем бизнесе, в своем представлении о будущем, в своих ресурсах, времени и финансах. Вера не может быть просто интеллектуальным упражнением. Вера проявляется в повиновении и действии. Это задание, которое дается и выполняется. Мы видим это в Евангелии от Марка. Иисус сказал, идите по всему миру и проповедуйте радостную весть. А после того, как Иисус вернулся на небо, Марк говорит, что именно это они и делали. Мы неверно понимали. Мы думали, что нужно принять радостную весть и сидеть со своими добрыми намерениями, пока не услышим трубный звук, это нельзя назвать хорошим истолкованием. Эти базовые принципы до сих пор актуальны. Я собрал некоторые слова из других Евангелий, которые описывают этот же период времени. Думаю, что они помогут нам проследить за лучшими друзьями Иисуса в этот уникальный период истории. Они были с воскресшим Христом. Представьте себе, какая эмоциональная травма была у них. У меня нет слов, чтобы описать разочарование, боль, неверие в то, что тот, кто ходил по воде, превращал воду в вино, был убит римлянами. Они не могли понять этого. А потом они увидели его живым и сразу же оказались на другом краю спектра эмоций. После этого они провели с ним некоторое время. Начну с четырех слов, которые определяют их переживания. Поражение, отчаяние, неверие и досада. Именно в таком состоянии они были. Написано в первый день недели, Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, унесли Господа из гроба и не знаем, где положили его. В тот час вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Мария увидела Господа и поверила. Петр и Иоанн не справились с этим. Ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы, другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, жена, что ты плачешь? Говорит им, унесли Господа моего и не знаю, где положили его. Сказав это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, женщина, что ты плачешь? Кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей, «Мария». Думаете, она могла забыть этот момент? Она повернулась к нему. Иоанн пишет на арамейском «Равуни» «Учитель». После этого она идет и находит учеников. Я знаю, где он. Он жив. Кто считает ее преданной последовательницей Иисусом? Но ей не хватило страсти или энтузиазма, чтобы преодолеть их неверие. Вы должны помнить об этом, когда помогаете людям. Ведь иногда, когда вы оказываетесь в сезоне отчаяния, скорби или сердечной боли, мы не в состоянии увидеть ту надежду, которую нам дает Бог. Вы должны тихо ободрять их, спокойно стоять с ними. Это была важная часть работы Иисуса после воскресения в служении своим ближайшим последователям. Он делал все для того, чтобы принять их, помочь им преодолеть поражение и отчаяние. Ближайшие друзья Иисуса были подавлены. События пошли неожиданным путем. Они потеряли надежду и смелость. Они представляли другое будущее, но оно не настало. Их надежды разрушились. А теперь Иисус пытается помочь им вернуть их. По дороге в Имаус они сказали, «Мы верили, что Он был Мессией, но больше не верим». Их отчаяние не возникло из-за ошибки с их стороны. Это важно отметить. Они не были разочарованы и не впали в отчаяние из-за какой-то моральной ошибки, неверного этического выбора, своей аморальности. Они шли по пути, по которому их направил Бог. Вы можете поверить в то, что вы идете по пути от Бога, под водительством Духа, и все равно сталкиваетесь с искушениями, вызовами или разочарованиями? Надеюсь, что да, потому что это соответствует Библии. Иисус был искушаем в пустыне. Ученики испытывали разочарование не из-за своих ошибок. Следующая часть истории связана с таким набором слов. «Восстановлен», «перенаправлен» и «обновлен». Они мне нравятся. 24 глава. «Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им, «Мир вам». Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа, но Он сказал им, что смущаетесь. И для чего такие мысли входят в сердца ваши? «Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это Я Сам. Осижите Меня и рассмотрите, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. Так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мёртвых в третий день и проповеданно быть своими Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. Я пошлю обетование Отца Моего на вас, «Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силою свыше». Все это было связано с событиями, которые происходили открыто. Они не разочаровались из-за проповеди или не были согласны с идеей, которую кто-то пытался продвинуть. Их сердце было разбито из-за событий, которые совершили чиновники. И для чего такие мысли входят в сердца вашим? Почему сомнения возникают в вашем уме? Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердце о вашем? Я рассказывал вам, что должно случиться. Иисус не просто обнял их и сказал, «Всё хорошо». Он не просто хотел, чтобы им было легче. Он хотел восстановить их. Помните, что такое восстановление? Когда что-то действительно восстановлено, оно выглядит лучше оригинала. Если вы восстановите старый дом, то он не будет таким, каким его построили в 19 веке. А вы проложите канализацию, сделаете кухню и кондиционер, чтобы всё было как в 21 веке. Иисус восстанавливал их, делая лучшее. Почему вы так упрямы в своём неверии? Почему вы не поверили? Вы знали, что Я говорил вам. Он хочет помочь им, а не просто успокоить. А затем Он сказал, «Всё должно исполниться». Разве вы не понимаете, что должно исполниться то, о чём мы говорили? Обратите внимание, какую важность Иисус придает Писанию. Вы знаете, что Бог наблюдает за Своим Словом, дабы оно исполнялось. Не ищите причины списывать Библию со счетов, а ищите причины сотрудничать с ней. А затем Он назначает их свидетелями, которые подтвердят то, что было. Дух Божий делает то же самое сегодня. Он дает силу людям, которые будут говорить о том, что Бог делает в их жизни. Друзья, мы слишком долго собирались в церквях и следовали привычному поклонению. А когда мы уходили из зданий, наша вера не шла с нами. Мы не отрекались от Господа публично, не принимали другую религию, но не позволяли истории о том, что Бог делает в нашей жизни, стать частью нашего разговора с другими. Мы должны измениться, нам нужна смелость, мы должны верить, что происходящее в нас достаточно значимо для того, чтобы поднять веру в других людях. Если это не так, то на что мы надеемся, и что мы вообще делаем? У меня есть еще один набор слов. Это неудача, прощение, повеление. Иоанна, 21 глава. Они были в Галилее. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симонеоне, «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агонцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Иоанн, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец мой». Некоторые из вас знают эту историю. Иисус повторяет ее трижды. Мы видим здесь параллель, потому что Петр трижды отрекся от Иисуса. Иисусу было недостаточно сказать Петру, «Хватит сомневаться верой». Он не мог просто сказать, «Посмотри на следы на моих руках, если нужно, потрогай их, чтобы убедиться, что я жив». Петр должен был покаяться. Иисус понимал это. Восстановление Петра не могло произойти просто благодаря явлению истины. От Петра требовался ответ, «Любишь ли ты меня?» «Да, Господи». И тогда он дает ему задание, «Не думайте, что покаяние – это то, в чем нуждаются лишь язычники». Не думайте, что покаяние – это то, в чем нуждаются только нечестивые и грешники. Чаще всего на земле каяться должны люди Божьи. И вот почему. Покаяние – это катализатор веры. Иисус сказал, «Покайтесь и веруйте, что Царство Божие близко». Когда вы практикуете покаяние, вы создаете возможность в жизни и сердце, чтобы больше верить Богу. Вспомните, где у вас были проблемы с этим, чтобы верить. В нашей культуре таких моментов много. Бог – Творец. И сразу же мы видим огромное сопротивление. Если у вас были трудности с этим, то скажите, «Господи, прости, мне было трудно поверить в то, что ты Творец неба и земли. Прости меня». Возможно, у вас были проблемы с какими-то духовными вещами. Люди говорят, с моим образованием или воспитанием, мне трудно верить. Я понимаю. Вы можете сказать, «Боже, я настолько умен, что мне тяжело верить в Тебя. Прости меня, Господи». Вы готовы покаяться? Возможно, это то, где вы отвергали Господа, где вы стыдились Его, где вы прятались от людей, с которыми поклонялись. Или вы не хотели носить одежду, которая причисляла вас к таким людям. Или вы не хотели, чтобы вас считали тем, кто ежедневно читает Библию. Возможно, вы говорили Господу, «Боже, прости». Если вы каетесь в каждой такой ситуации, вы увеличиваете свою способность верить. Вам понадобится эта вера. Вам понадобится уверенность в Господе. Понадобится доверие Ему. Покаяние – это необходимый компонент нового начала. Ваша ошибка не дисквалифицирует вас. Вы могли десятилетиями отвергать истину, господство Иисуса. Возможно, вы делали это в своей жизни. Но ваша ошибка не дисквалифицирует вас. Возможно, вы не стояли за Иисуса у себя дома, в бизнесе и в церкви. Так давайте начнем сегодня, чтобы получить новый плод. Последняя группа слов – сомнения, вера, оппозиция. Даже после того, как ученики были восстановлены и приняли свое задание, после того, как они начали рассказывать свою историю с Иисусом, проблемы не исчезли. Я не ожидал этого. Я думал, что после того, как они разобрались со всем и начали двигаться в нужном направлении, они сметут все преграды на пути. Но это не так. Это совсем не то, что случилось. А вы готовы к этому? Пастор, я думал, что если Бог излил свой дух, дал пробуждение, или как вы это там называете, все станет легче, что оппозиция уйдет, что всюду будут слышны трубы ангелов. Интересно, что на этой неделе у меня было время для чтения. История показывает нам, что вновь и вновь, когда Бог касается сердец людей, Он делает это на уличных собраниях. Богу пришлось вывести нас на улицу. И, о да, мы любим кондиционирование. Наша последняя группа слов – сомнения, вера и оппозиция. Иоанна, 20 глава. В Фомаже один из двенадцати не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Но Он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. Фома не просил того, чего не просили другие. Другие также не поверили Марии, а Фома не поверил им. Сказано, после восьми дней опять были в доме ученики его. Меня привлекли восемь дней. Фома жил со страхом и разочарованием долгое время. Другие ученики сбросили это бремя раньше. Они говорили ему об этом каждый день. Думаете, они не пытались? Они пытались ободрить его, рассказать, как выглядел Господь, как они видели его. Они провели вместе три года, но восемь дней Фома не хотел верить. После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, мир вам. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Тут не хватает одной детали, которая поражает меня. Иисус не упрекнул Фому. Это говорит мне о том, что вера — это непростой путь. Я считаю, что мы допустили великую ошибку в нашей вере. Мы создали образ, что верить легко. Я буду верить в то, что легко. Я буду верить в то, что висит низко. Возможно, я буду верить в ад и рай, ведь я не хочу попасть туда, куда не надо. Но мы не верим сердцем и умом в другие вещи, о которых нам говорит Писание, потому что мы считаем себя самодостаточными. Нам нелегко верить в эти вещи. Они были на периферии. Мы полагаемся на свой интеллект. Я за то, чтобы вы учились постоянно. Но будьте осторожны, потому что Библия говорит, что знание надмевает. Если мы будем узнавать новое каждый день, на протяжении ста тысяч лет, на следующий день все равно будет что-то новое. Мы ограниченные существа, которые поклоняются безграничному Богу. Вера — это не что-то легкое. Она не была легкой для учеников. Мы думаем, что вера — это нечто опциональное или одноразовое. Вам нужно поверить, что Иисус умер за ваши грехи, сказать молитву и все. Но на самом деле Писание говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Мы также можем сказать, что без верности невозможно угодить Богу. Это не что-то однократное. Были ли мы верны на этой неделе? Ну и последнее местописание — это Деяние 5 глава 12 стих. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса. Они делают именно то, что им сказал Иисус. Они рассказывают историю, а Он подтверждает ее, как и обещал. И все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Это часть храма, а не домашняя церковь. Там могли собираться сотни и тысячи людей. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу. Множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы, хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Так много людей начали реагировать, что у них все сбилось. Они не могли молиться за них отдельно. Людей из ближайших сел было слишком много. Они ложились на улицах, чтобы тень Петра упала на них, когда он проходил мимо. Вы представляете себе, что было бы, если бы мы сказали, у меня нет времени помолиться за тебя. Но если ты будешь сидеть, когда я буду идти мимо, я не предлагаю этого. Я говорю о том, что ситуация менялась весьма быстро. Многие люди уверовали. Если столько людей принимало веру и происходили все эти чудеса, то можно подумать, что оппозиции не было, что был лишь один сплошной праздник. Сходились так же. В Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все. Вы можете себе это представить? Первосвященник же и с ним, все принадлежавшие к ереси садукейской, самые могущественные люди, они были самыми влиятельными и богатыми, ближе всего к римлянам. Они исполнили зависти и наложили руки свои на апостолов, и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал, «Идите и став в храме, говорите народу все сии слова жизни». Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Друзья, нам не впервые говорят, что общественные собрания — это не место для Иисуса. Не впервые пытаются закрыть двери мест, где собираются божьи люди. Называются разные причины, но дух, стоящий за ними, не меняется. Мы не можем потерять смелость. Мы должны быть мудрыми, а не беззаботными. Мы не должны бояться вируса больше Бога. Оппозиция Иисусу продолжалась даже после Его воскресения. Даже после воскресения. Мы не должны удивляться упрямству неверия. В наших сердцах и сердцах других признать Иисуса Господом значит изменить структуру власти вашей жизни. Другого пути нет. Иисус не может стать Господом и при этом сохранить вашу структуру власти, такой, как раньше. Неприятная истина состоит в том, что многие просто не готовы на это. Они готовы на формальную веру. Но тот, кто отвергает Иисуса, будет выступать против того, кто следует за Ним. Это было в первом столетии и будет в двадцать первом. Не удивляйтесь, не обижайтесь и не отступайте от Бога. Вы не должны наседать, но и не можете молчать. Аминь. Друзья, церковь должна быть церковью. Мы не просто вежливое общество по изучению Библии или пении известных песен. Бог движется в нашей жизни. И мы должны говорить об этом. Аминь. Сегодня я подготовил для вас молитву. Мы будем с вами молиться вместе. Если вы смотрите нас по телевизору, то вы можете произнести эту молитву вместе с нами. Мы будем молиться сейчас вместе. Пожалуйста, поднимитесь со своих мест. Отец Небесный, открой мое сердце, чтобы понимать то, что принес крест. Даруй мне откровение Иисуса, которое будет реальней всякого отчаяния или разочарования. Спасибо за твою благодать, милость и прощение. Я буду жить ради твоих целей. Помоги мне видеть возможности вокруг, чтобы приносить честь и славу имени Иисуса Христа. Я доверяю только Ему. И все сказали Аминь. Аллилуйя. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Аллена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи, когда и где вам удобно, участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Аллена Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь словом Господа нашего. Мы живем в беспрецедентное время нестабильности. Такого не было еще недавно. Но я верю, что народу Божьему не время бояться. Нам пора проявлять отвагу. Мы сделали сборник молитв. Мы пользуемся ими в нашей церкви. В них мы полагаемся на крест и на то, что он приносит в нашу жизнь. Мы не можем полагаться на политиков. Наше основание в кресте Иисуса Христа. Крест — это не только наша путевка на небеса, чтобы не оказаться в аду. Писание говорит, что через крест нам даровано все для жизни и благочестия. Эти молитвы помогут нам преодолеть страхи и тревоги. Мы не одни в этом мире. Через крест своего Сына Иисуса Бог сделал все, чтобы о нас позаботиться. Возьмите эти молитвы на вооружение. Молитесь ими каждый день. Через них Бог укрепит вас, вашу семью, ваших друзей, и вы почувствуете разницу. Мы вышлем вам сборник молитв в качестве благодарности за ваше пожертвование от 40 долларов и выше. Используйте эти молитвы, и вы увидите, как сила Божья изменит вашу жизнь. Книга пастора Аллена «Через крест» даст вам хороший старт. В книге вы найдете молитвы на 28 дней. Каждая из них основана на обетованиях, которые принадлежат нам через крест Христа. Эти молитвы укрепят вашу веру в этом меняющемся мире. А также мы вышлем вам в подарок брелок на ключи в виде креста из нержавеющей стали. Он послужит вам ежедневным напоминанием о силе креста. Сделайте заказ через сайт или по телефону, который вы видите на экране. Спасибо вам, что поддерживаете служение пастора Аллена Джексона. Мы изменяем этот мир вместе. Многие из вас лично посетили служение пастора Аллена Джексона и церкви World Outreach в Миддл-Теннесси. Мы вдохновлены тем, что вы приезжаете к нам и свидетельствуете, и тем, что мы можем вместе поклоняться Господу. Если вы планируете к нам приехать, мы поможем вам спланировать вашу поездку. Зайдите в раздел «Визит» на нашем сайте, и вы найдете там информацию о гостиницах, времени проведения служения и о том, как нам легче добраться. Сообщите, когда вы планируете приехать. Мы хотим вручить вам подарок от пастора Аллена и сообщить, будет ли он проповедовать в день вашего приезда. До или после служения вы можете погулять по территории церкви, посетить нашу книжную лавку, попить кофе или отдохнуть. Зайдите на сайт и сообщите нам о вашем визите. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Аллена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи, когда и где вам удобно, участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Аллена Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь словом Господа нашего.